Девушки отдыхают Примеры из опыта Мурашки по коже, Россия вздрогнула Случилось самое страшное Асфальт полетел в ОМОН Новая русская сенсация Джуна Последняя Премьера снайпер, офицер Смэш Клоков Мы все из одной команды Мы все из одной команды Поработаем с вашими комментариями Комментарии Так, как говорится, кратко Ну вот Зебо-зебо Скажите, пожалуйста Кто проголодался в ней Правильно вышел Потом пять И снова Так же Набирается Я голодала 36 часов Бросила 3 кг Но через неделю Снова обрела то, что было Хотя выход был правильный Ну естественно Во время голодания Почему Там вот 3 кг Сбрасывается Так сказать Легко и просто У человека Там за 7 дней Даже за 3 дня Просто-напросто Вначале Быстренько выходит вода Из организма Та лишняя вода О которой мы и не подозреваем Которая там Создает Некоторую там Припухлость В организме Даже не обязательно Припухлость Вот лишняя вода В первую очередь Сбрасывается Нормализуя Внутреннюю среду Причем внутренняя среда Нормализуется Не по параметрам PH А именно По содержанию Какое должно быть Количество воды Какое должно быть Количество солей И так далее То есть Вот она как Организм на голоде Приобретает свои Идеальные Параметры Но все это происходит Примерно Ну Примерно В течение 3 дней Если человек Особо ничем таким Не болен Поэтому Так Все ушло А вот он Если голодает Дали Для того Чтобы сбросить Там Жир Или еще Что-то Там Такое То Впоследствии Впоследствии Необходимо После голода Несмотря на то Что правильный Выход И о чем Я неоднократно Говорю Закреплять Все это Правильным Питанием Примерно Вот знаете Правильное питание Там Можно там Всяко Говорить Сбалансированное По белкам Жирам Углеводам Микровентам Витаминам Та-та-та-та-та-та Кратко Хотя бы 50% У нас Должно быть Вашем Ежедневном Рационе Растительной Растительной Пищи Салаты Хрукты И прочие Оваша Вот тогда Будет правильно Вот тогда У вас Будет это Я же вам Показывал Свою Покажу Как я Только раз Все это дело Сбросил Какой я был Юный Стройный После голодания Важно Не забыть Фотку Свою сделать Самоспасение Рекомендации Вот Хорошие Отклики Натальи Боровик Без комментариев Очень важно Очень интересно Очень необходимая Информация Для жизни Так и должно быть Понимаете Не Если я О чем-то говорю Вот Эта серия Прошла как раз Самоспасение Значит тут Должна быть Соответствующая Информация А если я Просто буду Рассказывать вам Как я был В Краснодарском Крае Там совсем Другое Так Добрый день Понятно И ясно Изложили На первый взгляд Простую информацию Вот именно Простую информацию Мы не до конца Понимаем И из-за того Что мы не до конца Понимаем Какие-то Простейшие Истины Которые надо Воплощать В повседневной Нашей жизни Мы ее Просто Игнорируем А что-то Ищем Такое Эдакое Знаете Ну Туда Дальше Спустимся Важное Видео В интернете Много Всякой Фигни Но я Доверяю Только Проверенной Практикой Жизнью Это ваши Книги Благодарю Желаю Выстоять И победить В любых Начинаниях И вот Вы знаете Тут Я немножко Почекну Фигни В интернете Действительно Очень много Бузят Все Причем Еще просмотры Набирают Потому что Они Вот эту вот Ерунду Какую-то Несущественную Типа Соды Типа Перекиси Водорода Типа Каких-то Квасов Там По болоту Типа Еще что-то Вот это Для них И Закисление Закисление Организма И Как Густоты Загустение Крови Возносят Чуть ли Не во главу Угла Позвольте Это просто Напросто Как бы сказать Ну Некоторые вещи Над которыми Действительно Надо бы Поработать И все А если Вообще Правильно Работать То можно Вообще Без всего Этого Обойтись Без Закисления Там Без квасов Без Густоты Крови И прочее Если вы Все правильно Делаете Если вы Увидели Основное С чем Надо работать А надо Работать Жизненной Силой Организма И которая Наводит Порядок Сама По себе Ну Настолько Нас Вот Разодрали И куда-то Увели В какие-то Ложные Пути И при этом Сказали Что вот это Основное Что народ Тут шарахается И он Он не видит Основного Он погрязь Вот в этих Мелочах И ругается И что-то Доказывает И кто прав Кто не виноват Этот не этот Пожалуйста Пользуйтесь Своей головой Возьмите Возьмите Информацию Отовсюда Сверьте Ее Жизнью Жизнью Жизнь Течет Совсем По Определенным Так сказать Важным Там Канонам И Как это Сопоставляется С нашей Жизнью И тогда Будет Многое ясно И доверять И проверять Не только Там Вот Моим Книгам Потому что Я вот так Как вам Говорю Так и Поступаю Всей Вот Этой Информации А доверять Самому Себе Говорят Доверяй Но проверяй А то Будет У вас Крайний Кто-то Виноватый А Виноватый В любом Случа Вы там Что-то Соды Объелись Перекиси Обпились Кислородом Передышали Квасом Перепили Там На голове Постояли Слишком Там Заголодали Что-то Там Такое В результате Вы получили Осложнение Ухудшение Своего Здоровья Поэтому Важно Из всего Этого Делать Соответствующие Выводы И применять Это к себе Никто Из указанных Систем Перечислил Разные Одни Просто Методы Какие-то Перекис Водорода Применять Ну да Она там Действует В определенных Обстоятельствах Сода О Действует Но В определенных Обстоятельствах Квасы Там Действуют Голодание Там Действует Другие Там Методики Там Дыхание Там И прочее Там Качание Но Это только Маленькая Часть Вашей Жизни А вот Все остальное Как бы Вот Это Тем более С учетом Индивидуальной Конституции О которой Вообще Никто Не говорит Вообще Никто В целом Не видит Вот в целом Просто там Говорят Сохранять Кислотно-щелочное Равновесие Это там И все Закисляемся Там Откисляемся Знаете Уже стало Противно Вот это Вот все Потому что Оно на самом деле Далеко От истины А это все Вот эти ученые Увидели Что-то такое Ага Вот она Ага Геном у нас Ага Хромосомы Ага Вот это Ага Вот это Что-то там Такое Ну и что Вот это А как С этим Работать И не знают Сами Как этим Работать Но открыли Вот это Надо так Делать Вот это Так Выберите Жизнь В целом Смотрите Всеведов Всеведущая Вот знаете Вот такое Как бы Сказать Название Если уж Я называю себя Светоч Народной Медицины Здорового Обража Жизни Вот что-то Там Понимать А это Вот С таким Названием Извините Всеведа Сардельки Можно есть Сосиски Докторскую Колбасу Лично Я ем Вот что Будем говорить Разрешать Можно есть Или не Можно есть Да если Ничего Вокруг Нету Вот ничего Нету И у вас Стоит выбор Либо вы Живете Либо вы Помрете Докторскую Колбасу Да дело не в докторской колбасе А в том Сколько вы ее едите Как вы ее часто Там едите Если все это В умеренном количестве Да это нормально Там будет Желательно Чтоб она еще И качество Нормального Была То есть Видите В частности Но нельзя так Говорит Вот спрашивают Можно Или нельзя Но у вас же Своя голова Есть Тем более Вы Всеведа Всеведа Вы должны Все ведать И жизнь Покажет Даже люди На этой колбасе Нормально живут А другие Придерживаются Вот этого Так сказать Здорового питания Которое они Сами себе Там выдумали Или там Что-то там Вычитали Вот так Вот так Надо сыроедение И так далее И тому подобное И в то же время Они выглядят Хуже Чем люди На этой колбасе Так Антонина Так и не сказали Чем же полезна Сода Ошибаетесь Соде Я посвятил Целое видео В библиотеке Есть огромная Статья Про соду Где вот Как раз И полезна Рассказана Чем полезна Сода Почему же Надо ее Пить Почему же Надо пить В этой статье И в видосе Опять таки Указано Зачем ее Надо пить И надо ли Ее пить Вот Как бы Есть рекомендация Да там Постоянно Она там Что-то делает Но знаете Что я вам Хочу сказать Вот только Уповая На соду Я буду Пить соду И она Сделает За меня Все остальное Я должен Быть здоровый И В прекрасном Самочувствии Умный С деньгами И процветающий Только на соду Нельзя так думать Почему же Ее надо пить Да я ее Не пью Вот я ее Попробовал Попил Последний раз Когда я там Захлыстнул Эту Столовую ложку Этой соды И мне стало Дурно И после Этой дурноты Я ее перестал Вообще Либо употреблять Но При случае Если мне уж Понадобится Это там Сода Там Что-то там Такое Если я увижу Если я пойму Что она Вот действительно Там нужна Я возобновлю Ее прием Как я ранее делал Посмотрела комментарии И не обнаружила Ваших ответов Нет на вопросы Почему Извините Потому что Антонина Все это Описано В моей статье В библиотеку Заходите Находите эту статью Про соду Читайте Находите мое Видео про соду Смотрите А это так Я уже там Что-то Рассказывал Утро Сода Завтрак То есть Как я там Утром встречаю Насколько я так Из видео А капитальная статья И видео Были изложены Ранее Посмотрите Если вы хотите А так вообще Наплюйте на эту соду Она вам Не принесет Того Что вы ожидаете Что вы вообще Ожидаете От соды Вот что вы Ответьте себе На вопрос Что вы От соды Ожидаете Что она вас Сделает Каким-то Неуязвимым И здоровым Супер Пупер Странно Понимаете Далее Таких Очень много Комментария Опять Антонина Уважаемый Уважаемый Целитель А как же По Болотову Это опять К соде Относится Организм Надо закислять Чтобы кровь Разжижить У человека Жи с возрастом Кровь густеет Что скажете Вы по этому поводу Болотов Борис Предлагает Пить чайную ложку Уксуса Я обычного Или виноградного Жду Вашего пояснения Спасибо Оказывается Я и про разжижение Крови Говорил И уцелительной Целебная кулинария В моем лице У вас в гостях Вы сказали Что у вас Накопились Какие-то вопросы Да Дмитрий Иванович Самый главный вопрос Вот Какую надо пищу есть Чтобы было Разжижение крови Потому что У меня это густая кровь Кулинария В плейлисте Есть целая передача Про разжижение Крови Где там беседу Организм надо Запислять По болоту Организм надо Закислять Так Другие говорят Что его надо Ощелачивать Смотря с помощью Чего его Закислять Он там рекомендует Кваса И так далее И того подобного Но Будем говорить Вот Опять таки Вот я живу И я Просто-напросто Живу Потребляю То питание Которое Называется Видовое А это Такое питание Которому Приспособлена Моя Пищеварительная Система Как сказать От пасти До хвоста Она Приспособлена К определенной Пище Ее переваривать Если это идет Определенная Пища То все У нас В порядке Ничего Не надо Ни закислять Ни защелачивать Ни Не разжижать Все В порядке Плюс Я уже неоднократно Вам говорил Основное В питании Это Построение Из пищи Нашего Тела Которая Становится Частицей Вот Вот этого Вот региона В котором Вы Проживаете И тогда Вам не страшны Ни погодные Условия Ни климатические Там условия Ни еще какие-то Там изменения У вас здоровье Основа Здоровья Понимаете Вот она Именно Информационная Основа Она Крепчайшая И дальше Уже идут Нормально Все остальные Процессы Как только Мы начнем Что-то там Есть То и не иное Теперь Надо Закислять Надо Ощелачивать Чтобы Крову Разжижать Крову Разжижать Понимаете Вот человек Когда Не понимает Что Крову Разжижать С возрастом Кров густеет Тенденция Такая Есть Что Крову С возрастом Густеет А знаете Почему Потому что Организм Высыхает У ребенка Там Пятилетнего Возраста Организм Состоит На Там Примерно 75 Так Примерно Плюс-минус Там 5 Процентов Воды А уже Такого Как я Пожилого Человека На Седьмом Десятке Там Уже Имеется Воды Допустим 70-60 Процентов И естественно Все это Уже Более 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 Сухое Но Важно Понимать Разжижать В чем Имеется Разжижение Мы вот Думаем Что надо Какой-то Туда Состав Вести Который Все Разжижает И кстати Есть такие Интересные Составы Воды Делают Воду Я об этом Тоже Рассказываю Которые Надо мной Делали Эксперимент В Екатеринбурге Значит Микроскоп Вода Берут С пальца Кров Раз только На микроскоп Хоп И смотрят И она Вот так Вот знаете Вот как это Как стопочка Монет То есть Эритроциты У нас Слипаются Естественно Это говорит о том Что вот Произошло Загустение Дают выпить Этой воды Через 15 минут Опять Кров берут Вот эти все Эритроциты Эта стопочка Раз Раздвинулись Как говорится Очередь Была Плотно Придвинуты Люди К друг Другу А тут Значит Они Вот На социальную Дистанцию Разошлись Из-за чего Из-за того Что Добавился Заряд В Эритроциты И они За счет Этого заряда Отодвинулись То есть Все Ткани Нашего Организма Мельчайшие Вот эти Мецеллы Которые Там у нас Плавают В крови В лимфе В моче Во всех Жидкостях И в том числе Более Такие Крупные Образования Как Эритроциты Они Имеют Заряд Вот Эритроцит Вот Эритроцит И когда Заряд Нормальный Они Отталкиваются Никакого Загустения Нет То есть Тоже Следует Понимать Что У нас Там Загустевает Что Именно Загустевает Что Надо Разжижать Это Оказывается В основном Вот Слипаются Эритроциты Которые Не имеют Заряда А как Этот Заряд Создается В организме Что он Это А вот Этот Заряд В основном Создается Благодаря Движению Вот Я Походил Часок Только Что Я Пришел Я Добавил Свой Организм Заряд Я Все Эти Эритроциты Подзарядил И они У меня Раздвинулись У меня Все Жидкости Стали Текучими А Если Я Буду Только Просто Вот Так Вот Сидеть И Пить Там Квас Пить Еще Какие Раз Эти Самые Растворители Разжижители Толку Будет Мало Мало Понимаете Толку И Никакого Не будет И Вот Такая Рекомендация Которую Вы Восприняли Буквально Что Надо Пить Квас Надо Пить Еще Что Там Она Вам Не Принесет Того Что Вы Ожидаете Она Кроме Что Вызовет У вас Повышенное Это Мочеотделение Потому Что Наш Организм Он Все Таки Держит Столько Воды Сколько Ему Надо Вот Надо Допустим Моему Организму Там Допустим Вообще Тканям Всем Там Ну 50 литров Допустим Воды Пускай Жидкости Значит Вот Эти 50 литров Как Только Я Выпью Стакан Уже Будет Более 50 литров Значит 200 грамм Выйдут Опять Я выйду Говорят Ага Пейте Там 2 литра Жидкости Значит 2 литра Выйдут Организм Будет Держать То Что Ему Надо Свои 50 Килограмм У Каждого Параметр Этот Свой Выпили Больше Вышло Поэтому Вот Когда Человек Не разбирается Не понимает И Когда Вот Такая Вот Информация Которую Как-то Вот Воспринял Вы Знаете Вот Это Все Еще Говорит О том Что Имеется Смущение В уме У Человек От Обилия Информации Он Можно Сказать У него Начинает Крыша Съезжать Один Говорит Одно Другой Говорит Другое Я С уважением Ко всем Отношусь Вот О чем Говорил Важно Он понимает Что Рекомендации Рекомендации Если говорится О пользе Того Или Иного Они Применяются Конкретно Какой-то Ситуации Дабы Ее Решить Конкретно Какой-то Но Не в целом Вот Когда В целом Все это Применяется Человек Думает Вот Тут Идут У него Ошибки Вот Тут Возникает Заблуждение И Тут Начинает Жду Вашего Пояснения Спасибо Я сначала думал Ничего Не пояснять Потому что Все уже У меня есть Написано Рассказано Благодарю за просмотр Если вам понравилось Видео Ставьте лайк Звоните в колокольчик И подпишитесь На канал Ваше участие Развивает канал И способствует Его продвижению Вы можете Посетить Бесплатно Мою авторскую Библиотеку На сайте Малахо.про Доброго здоровья И до новых Встреч Вы знаете Что я автор Многочисленных Книг По естественному Оздоровлению Организма Если вас Какие-то Книги Заинтересуют И вы Хотите Их Приобрести Пожалуйста Обращайтесь Ко мне На мою Электронную Почту Цены Вас Приятно Удивят Плюс Моя бесплатная Библиотека Всегда Открыта Для вас Библиотека